Приветствую вас, дорогие коллеги! Сейчас время, очередь, его величество, каталогу. Наша компания уже несколько месяцев идет в ритме цифровой перезагрузки. Все больше и больше консультантов используют в своей работе электронный каталог. С помощью мессенджеров и соцсетей мы отправляем своим клиентам ссылку на каталог и таким же образом получаем заказ. Это удобно, это современно и модно. При этом каждый из нас раз в три недели с большим удовольствием садится и рассматривает бумажный вариант каталога. Мы с удовольствием листаем его, смотрим имиджевые странички в каталоге, задумываемся, на что компания, на какие тренды пытается обратить наше внимание, изучаем подробно акции и новинки каталога. Нам это нравится. Казалось бы, мы имеем уже все из ассортимента компании, но листая каталог, вновь и вновь хотим что-то приобрести. Люди, которые окружают нас, наши потенциальные клиенты и партнеры, они такие же, как мы. И им тоже будет интересно в уютной обстановке полистать каталог, именно бумажный каталог. И тогда у них откроются желания. Не надо нам отказывать им в этом. Ну а себе в росте товарооборота. Ведь по статистике заказ средний, сделанный по бумажному каталогу, больше, чем заказ, сделанный по электронному каталогу. Таким образом, чем больше наша структура купит каталогов, тем больше будет наш групповой объем. Это факт. Это про среднюю сумму заказа. Теперь рекрутинг. В моей структуре рекрутинг через каталог самый результативный. Причем любым методом, работая с каталогом. Поэтому я бы рекомендую летом вспомнить и взять на вооружение старые добрые методы работы с каталогом. Есть несколько форм работы с каталогом. Целенаправленная, когда мы тщательно планируем и готовим. И ситуативная, когда мы по ходу жизни работаем с каталогом со всеми, везде и всегда. Вот я сейчас о целенаправленной, когда мы приготовились. Например, о методе раздачи каталогов по учреждениям и организациям. Это самый результативный. И это понятно, потому что именно живая встреча с потенциальным клиентом дает хороший эффект. Если говорить про этот метод, здесь важно количество разданных каталогов. Суть-то его все та же. Сегодня раздал, завтра собрал и вновь раздал. Но судите о статистике. Представьте, если лидер 4 дня в неделю раздает каталоги. Это получается 12 дней в период. При условии, что он ежедневно работает с 15 каталогами, 180 человек за период посмотрит его каталог. 180 человек. По статистике, а статистика вещь серьезная, причем на больших цифрах она работает в нашу пользу. По статистике из 180, как минимум 30 человек сделают заказ. Пусть на небольшой, но сделают. По статистике из 180, как минимум 20 человек захотят зарегистрироваться в компании. А это значит заказ на 2500 рублей, как минимум. Таким образом, за один период с помощью новичков и клиентов, ваш групповой объем может вырасти практически на 500 баллов. 5 каталогов летнего периода с 20 мая по 1 сентября. 100 дней. 5 периодов мы умножаем на эти баллы. Получается, за летний период каждый из нас может прибавить практически 3000 баллов. Это при условии, что работаем с 15 каталогов. А если их 20? А если вы не один, а с командой работаете с помощью этого рекрутинга? Мы с вами обязательно вырастим. Схема работы классическая. И советы по схеме работы есть в кабинете на сайте компании в новостях весеннего марафона. Важно обратить на первый этап, что там есть все советы, как подготовить инструменты. По второму этапу все схемы работы, разговора и алгоритмы. По третьему варианту важно помнить о цели и четко говорить свое предложение. Ну и, конечно, заканчиваем рекомендациями и отработкой контактов. Это очень результативный метод, и я вас призываю это сделать. Желаю вам, дорогие друзья, роста структур за летний период. И передаю слово.